Здравствуйте! 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 Семья Бутакова хранилась в одночасье. В одну субботу Александр присмотрел себе невесту в сельском клубе, но сговорился с соседкой. Когда кончились танцы, та позвала Зину срочно домой. Приходим, сидят два мужика вот этих вот. Ну его брат, значит, срудный сидят. Он посмотрел, у него спрашивают, это Нина. Ну что, пойдет. Ну пойдет, значит, пойдет. Стучат в стенку маме. Вставай. Все. Бутылку на стол и пропили. Вся встреча. В субботу, значит, эту бутылку выпили. В понедельник залегистрировались. Ей 20, ему 26. Вся жизнь была впереди. Так же быстро, как расписали в сельсовете, сменили место жительства и работы. Перебрались в молодой рабочий поселок Ленево и устроились на Новосибирский электродный завод. Александр Федорович слесарем. Зинаида Захаровна – машинистом насосных установок. Через полгода от завода получили трехкомнатную квартиру. За долгую жизнь общий рабочий стаж на двоих получился почти 90 лет. Спасибо вам за ваш труд на нашем предприятии. Долгих лет жизни, здоровья и благополучия. Спасибо вам огромное. Поздравляем вас. Бабушка, дедушка у нас добрые, хорошие. Всегда отзывчивые. Всегда выслушают, помогут. Трудный момент. Дадут совет хороший. Любишь бабушку? Люблю. У них большая семья, 40 человек. Главное – гордость внуки и правнуки. За 60 лет совместной жизни у супруга бывало всякое – хорошее, плохое. Но хорошего было больше, уверены оба. И хотя здоровье начало подводить, все-таки Александру Федоровичу уже 86 лет, по-прежнему любят пошутить. Супругу любите свое? Каждый день нельзя. Через день, через два так. По праздникам? Да. Юбилярам желаю здоровья, долголетия и, конечно, любви. Горько! Горько! Горько!